все началась трапеза уже вовсю чего у нас тут на стол вареные яйца лучок колбаса ветчина да потом конфетки бетунок паштет это сейчас покажу что за паштет название да сливочный а это этот сливочный из гусиной печени огурчики вяленое мясо ворнерд угощает его приготовление очень вкусно мясо вкусно очень спасибо ворот мясо отлично вон аппетит спасибо чё чё вон аппетит а я как понять это по-французски да открой пожалуйста вот этот хлеб сейчас я подожди и так и так и таки маз еще могу сказать у меня вот вон уже гриба вас открывает она все сейчас секундочку он уже порезанный да спасибо большое спасибо вот как о как джон позаботился тебе спасибо спасибо большое это костер слабоват надо подкинуть надо еще это елочки типа но надо еще может не разгорелась еще такие знаешь мелкие елочки ну ельник хворс хворс в общем трапеза продолжается потом будет позднее включение дальше обзор ножей кто такие взял вот это игорь джан взял нож с собой и вот такой но это моя гудрость это там всякие штучки чтобы там открывать точить ножниц нету тут есть это самое пинцета и зубочистка вот пинцете а вот маленькая зубочистка тоже я про них всегда забываю мой нож вык опять вот уже извозился в паштете но мне нравится такая фигура рабочая но он такой у него толстый клинок ну это хлеб плохо лезают но для защиты самозащита он весьма да и гриба вас еще брал с собой вот этот взял мачете свит сейчас точно скажу что свит весом или как а это кукри это же не мачете это кукри ну это под кукри но это артем не кукри ну как бы сделан под кукри да но им тоже надо привыкать вот этим работать я так думаю насчет дров лучше вот как вот григорий соколов показывал у него такой типа мачете сделан из пилы короче пила вот это продольная короче вот из него сделал у него есть видео как делать который да 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 вот из него да он такие хору такие толстые рубит эти мощи у сыграл очень опытный вы божди когда к только заказу да он сделан у строго вечерня и из льда у нас он все и зажег костер короче на это потом еще это вот как он называет вот это кремль вот это как-то вот вот это огниво огниво тоже дрова все и парень да ножом да все сколько у него не очень много способов и зажегся костер это красивенько потом что-то еще что он такой показал не помню что-то еще там много-много всякого он не знаю не знаю что ты говоришь лучше топор или мачете а в каком случае а вот что пусть я беру руби то надо быть дровосеком помнишь мне не ты говорил там это нож надо уважать что-то такое да да нужно уважать перрубил вот так вот запомни эту фразу надо быть дровосеком зрители запомните эту фразу в походах надо быть дровосеком это точно потому что без без костра в дождь и в холод делать нечего да проверено это не дает ждем пока вода закипит кипит точно а почему так а а вот представь ты умрешь эдик умрёт ну все это артём умрёт ну и кто останется со мной а другие будут не у меня уже другие мозги будут а понял так а чем старее человек старше тем у него более ум такой становится закрепощён прагматичный какой-то не такой как у других людей молодые они живые старше тем этот опыт приходит жизни но он начинает человека как-то вот придавливать понят я когда работал на работе да у меня был механик алексейка василий максимович нужен он умер наверно саду небесная он я говорил у них работу да вот работа здесь молодых и пенсионер я же возьму пенсионера чем молодых мы почему так они гадонятся и прогулчики а пятерку заработяга так минуточку внимание время 13 часов 17 минут мы уже все покушали до отдохнули отдохнули хорошо игорь джан и гриба бас навели порядок да вот железо в одну кучу да 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 дрова в другую чё тут еще сушняк да и мы выяснили кто у нас старейшина это гриба бас ему 51 год до дальше идет игорь джан ему 50 лет круглая дата дальше идет ворверт он куда-то спрятался ему 30 подожди ка ему 32 года кстати а сегодня какое число 11 а у тебя вчера день рождения же было до море вчера так те 33 значит уже ладно короче а мне 43 все все про всех рассказал да какой возраст все правильно так что вот а то иногда кстати задают сколько лет там бывает 50 лет я уже старый но в душе я молодой а бегу как молодой джон извиняюсь мой причем да ну вот мы будем на боге да когда вы все другу пенка больше большого мусора там из буша там это тебе как корица можно там тепло же был такой сентябре это еще но я сюда как будто бы оси зеленый раком но я как-то смотрел пизда такой я саду губу а потом он чё-то на год выдавая что ли может нас клау я уже не помню я уже не помню просто рабочий какой-то мой другой вот так подожди сколько тебе в орден лет а 18 как эта песня 18 не уже по 18 мне уже как будто ты знаешь слова да я забыл забыл я все все ну когда мы идем нет дальше все одеваем рюкзаки да давай пусть дорожку фронтовую гриба вас сам оденешь а сам оденешь ну давай мы смотрим как ты одеваешь профессиональный рюкзак как профессионально да 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 я взял оба спасибо джон я уже в этом давай давай показывай вот на коленку потом так какой-то хитрый все кстати так тоже удобно только он тебя зацепилась то все продумано у меня самое хорошо чтобы пока дождя нет это вот что сухо идти до и ветерок комаров отдувает да и замедленная погода и замедленная опа и чем баночка а тяжелый рюкзак что-то какой-то тяжелый баночка больше какая-то старая банка да старый уже уже миллионы лет наверное они конечно сгниют со временем но но когда вот это сожгешь они быстрее сгора ну ну быстрее быстрее да да разлагается понятно вот сейчас они уже потому что уже нету этого сверху да 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 понятно так джон можно портюбить суркану хорошенько мой зебанка здесь известно бусы глянем и на цене это подставка подставка вот смотрите какая железяка толстая большая а тут раньше буровая была вот такая такая железяка да какая-то пружина что ли было это что-то похоже но что не какой-то этот самый ну вот ну ладно это гадать сейчас понятно о все осталось мне только закинуть рюкзачок все выключаю зашли в какой-то загадочный лес все ждать пока тебя здесь до пошли гриба бас иди вперед сейчас покажу желтенькие цветочки джунгли это может быть тема джунгли ну чё что такое, балушки будут еще какие-то потом будем на богостах а вот это Пу-пу-пу-пу С-пу-пу-пу Все, вышли из этого леса Ну че, по этому бугру пойдем А потом с бугра 45 минут еще, да? Нет, нет, нет А сколько мы, 30 минут вышли? Ага, ну мы еще идем только минут 10 всего лишь, да? Ну 15 минут А, ну понятно Еще пятнадцать сетей. Пока-пока. До следующего сианаса. Грибубас нашел гриб засохший. Еще гриб, да? Да. Принеси, покажи зрителям, что за гриб ты нашел. Ох ты, второй уже. Такой же, да? Такой же, да, точно. Понюхал, он пахнет чем-нибудь? Ты чувствуешь, нет? Он, наверное, прелюб какой-то, прелюб. Нет, он такой тверденький, да? Угу. Видишь, не изгнил, засох с травы. А, ну я примерно так знаю, что это за гриб. Я просто не знаю название его. Ну, примерно догадываешь, какой гриб. Понятно. О, птицы, слышите? Ага, уточки. Утка-утка. Или гус. Большой такой. Улетел, да? Улетел. Да, там уж на их много. Такой, наверное. Лето хорошее, может быть, даже уток у этого будет много. Видел? В городе видел, где-то около города видел. На 15-й. А, на 15-й. Они везде там сейчас утки. Дорогие зрители, время 14.10. Идем. Ну, сейчас... Ну, я иду, я так нормально себя чувствую. Живот такой немного полный. Ну, как после трапезы. То, что мы в ресторане кушали. Вот. И я решил попробовать. Вот мороженое цветет, да? И решил просто попробовать вот эти белые лепесточки. И, оказывается, они на вкус очень приятные. Напоминает салат, но я не знаю, как его описать. Я сейчас ребятам об этом скажу. Ну, то есть на вкус приятная вот эта, так скажем, еда. Даже есть какой-то привкус немножко такой. Чуть-чуть так сладковатый. Конечно, тяжело будет набрать этих лепесточков. И это, опять же, период только цветения. Ну, вот я обнаружил еще, что можно скушать в лесу. Лепесточки мороженое. Они даже опадают. Вот, смотрите. Вкус интересный, конечно. Трава, как бы, напоминает щавель, но... Ну, вот сама, вот, как сказать... Природа вот этой травы, да, щавель. Но не кислая. Вот, идем. Там дошли до одного места, называется место, развилка. Тропа разъединяется на две тропы. Мы пошли по левой тропе. И вот по этой тропе до озера осталось 45 минут ходьбы. Ну, это еще мы до озера только дойдем. Потом надо будет нам первое озеро по берегу пройти. Потом там надо будет на лодке переправиться там на берег. Там вроде бы какое-то непроходимое место я уже подзабыл. И там уже с того места по тропинке пойдем до той избушки. Вот, я показывал видео здесь у меня. Человек-лодка. Оставлю ссылку в правом верхнем углу. Ну, как раз мы с Игорем Джаном ведем до второй избушки. И сейчас мы все направляемся туда. Тот первый поход бугринский мы ходили, ну, в общем, отдыхали в избушке на первом озере. В прошлом году в эти же праздники, в июньские. А в этот раз мне захотелось на втором озере, там избушка, конечно, крыша обвалилась. Ну, это все буду показывать. Мы взяли специально палатки на всякий случай. Я взял двухместную палатку. Ворнет взял трехместную палатку. Вот. Ну, поставим палатки. Там, если будет время, подремонтируем избушку. Утка была, да? А я думаю, что туда дойдет. А-а-а. 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 Что за вещь? Что за вещь? Тропу вторую. Что вторую? Вторую тропу. Тропу. А-а-а. 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 Тропу. Плохо тем, что надо через эти ветки перешагивать. Ведь они могут зацепляться за ноги. Сейчас подгнили они за прошлый год. Плюс за этот еще. И вроде как почище стало, да? Да не знаю. А что это не понятно? Что это не понятно? А-а-а. А там спуск какой-то пошел, да? А-а-а. Это спуск уже к озеру скорее всего, нет? Нет, нет. Вот спуск уже. Угу. Потом вот этот, подлин. Потом шпальгу гор. Потом птик болота. Вот. Козерки. Позорите, поделали. Поблюдайте, какая здесь интересная местность. Сейчас попробую показать. До озера осталось немного. Московское время 15 часов 42 минуты. Мы выходим на озеро. А по карте оно вроде называется Пиарговы, да? Ну, оно как-то похоже на него, это да. Вот там последнее озеро, оно вроде называется Лимваты, нет? Да, что-то такое, да. Ну, это ловится, что-то меня слышит. Я понял, ага. Так. Надо посчитать, сколько мы примерно шли. С перепорами. Так. Надо посчитать, сколько мы примерно шли. 9. С 9 до 15 это получается. 3 плюс... А, 6 часов. Ну, еще часик добавляем. В этот раз мы около 7 часов шли. В 7 часов, но мы отдыхали подолгу. Ага. Мы отдыхали подолгу. В общем, шли в свое удовольствие. Сейчас, сейчас. Еще немного. И еще чуть-чуть. Что посмотрим, дым там есть или нет? Нет, вроде дым не видно. Вот и озеро. Большое озеро. Большое озеро. Большое озеро. Как идти ты? Окей. Вот нам надо в ту вот сторону плыть. Вон в ту сторону. Куда я показываю? Туда. Ну, куда нужно? Туда. Туда, да? Да. Ага. Ну, красавица уже.